Индустрия мониторов не стоит на месте. Еще 10 лет назад IPS моники были диковинкой, которые стоили очень дорого, а все пользовались либо же TN панелями, либо же вообще сидели за старыми толстыми кинескопными мониторами. Еще 5 лет назад Quad HD или 4K мониторы стоили огромных денег, а теперь их можно найти за приемлемые 15-25 тысяч рублей. И как вы уже поняли, из названия в сегодняшнем гайде мы поговорим о том, какой монитор себе выбрать в различных ценовых диапазонах. И поможет нам в этом Е-каталог, который всегда готов предоставить лучшие предложения из различных магазинов. Начнем мы с решений до 5000 рублей, которые можно отнести к самому базовому сегменту. 4K, HDR, 240 Гц. О чем бы в этом самом бюджетном сегменте ничего не меняется не то что годами, а чуть ли не десятилетиями. Так что если у вас в кармане от 3 до 5000 рублей и вам нужен монитор, то к сожалению особого выбора нет. За такие деньги вы получите решение с разрешением 1366х768 с не самой яркой TFT-TN панелью, с плохими углами обзора, а диагональ будет около 18-19 дюймов. Говорить про цветопередачу не приходится. Такие мониторы категорически не подходят фотографам. Плотность пикселей будет около 80 на дюйм, чего конечно же очень мало и текст при 100% масштабе. В Windows будет крупным, а пиксели вы заметите невооруженным глазом. Но все же у таких мониторов есть один плюс для геймеров, имеющих простые или старые видеокарты. То, что на них с трудом идет в Full HD, зачастую неплохо пойдет в HD. И прибавка в FPS может составить до 40%. При этом картинка будет более четкой, чем если выставлять на Full HD мониторе пониженное HD разрешение. А что же касается конкретных моделей, то тут выбор будет только в бренде, ибо в этом сегменте все используют примерно одну и ту же матрицу с абсолютно одинаковыми характеристиками. А мониторы подключаются в основном по VGA. Поэтому хорошим примером, как за основу, можно взять Acer K192HQLB. Вполне неплохой модник за свою цену. Далее базовый сегмент в ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей. Пожалуй, это тот уровень, который достаточен в большей части пользователей. В этом сегменте можно найти неплохие мониторы с народным разрешением Full HD или же 1920х1080. Основной выбор тут идет в диагонали от 21 до 27 дюймов. И, конечно же, в типе матрицы. У IPS всегда хорошие углы обзора и меньшее время отклика. Но, к сожалению, хуже контрастность. Различные VA матрицы предлагают глубокий черный цвет, но вот играть за ними менее приятно. Потому что из-за большого отклика за объектами на экране могут тянуться шлейфы. Ну а привычный TN брать не стоит. Вы серьезно потеряете в качестве изображения, при этом сэкономите, ну, в лучшем случае, пару тысяч рублей. Что, честно сказать, того не стоит. Ведь глаза за такими экранами будут уставать куда быстрее. Также следует понимать, что в данном ценовом сегменте вы практически гарантированно столкнетесь с таким понятием, как засветы матрицы. Обычно в углах или по кромке на черном фоне будут заметны более яркие участки. Увы, бороться с этим никак не получится. Так что внимательно осматривайте монитор при покупке. Раз уж этот сегмент выступает чуть ли не самым массовым, то здесь уже есть выбор. И зачастую есть на чем сэкономить. Во-первых, это встроенные динамики. Их качество зачастую настолько плохое, что ваш смартфон будет играть лучше. Поэтому можете смело брать модели без них, а на сэкономленные деньги, например, купить колонки, у которых качество будет явно лучше. Во-вторых, обычно можно было бы отказаться от изобилия портов. Едва ли вам понадобится два HDMI. Да и USB на мониторе также используется не очень часто. Также следует понимать, что чем больше диагональ при одном и том же разрешении, тем меньше будет плотность пикселей. И если при 21 или даже 24 дюймах она будет на приемлемом уровне, то вот на 27 картинка будет слегка мыльновата. Однако, если у вас видеокарта стабильно тянет игры только в Full HD, или же нет денег на Quad HD монитор, а поиграть на большом экране хочется, то вполне себе можно купить и 27 дюймов. Тем более и кино приятнее смотреть, и если компанию друзей позовете, то размер Моника сыграет вам на руку. Что касается конкретных моделей, то, к примеру, на VA матрице отличный вариант это Samsung C24F390FHI. Он обеспечивает потрясающую контрастность на уровне 3000 к 1, при этом имеет достаточно большую диагональ в 23,5 дюйма, который отдаст хороший баланс между четкостью и размером монитора. Более того, у нашего Samsung есть даже поддержка FreeSync, что, конечно же, оценит пользователи с видеокартами от AMD. Да и от Nvidia тоже, но поколение Pascal и выше. Если же вы хотите монитор с IPS матрицей, то можно присмотреться к решениям от AOS. Например, i2280SWD. Да, контрастность тут куда ниже, всего 1000 к 1, но зато играть на нем в динамичные игры будет куда приятнее. Далее мы рассмотрим средне-высокий сегмент в ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей. И, в принципе, это мониторы вполне себе для мощных систем. Я бы даже сказал, что дальше смотреть и нет смысла. Проблема в том, что в данном сегменте царит некоторая неразбериха. С одной стороны, можно найти и решения с Full HD панелями, а с другой даже и 4K есть. Но мы же рекомендуем остановиться на двух вариантах. Либо же это Quad HD или же 2560 на 1440, который еще называют 1440p. Либо же ультраширокие мониторы с разрешением 2560 на 1080, что еще иногда называют как 2.5K. Почему именно эти два типа? Брать мониторы с Full HD разрешением за такие деньги особого смысла нет. Они едва ли будут лучше того, что можно приобрести до 10 тысяч рублей. В большинстве своем вам просто предложат чуть более яркие матрицы и больше набор портов. Так что за это нет смысла переплачивать. С другой стороны, 4K в данном сегменте будет в основном с TN панелями. Так что картинка пусть и будет четкая, но совсем невыразительная и с плохими углами обзора. Поэтому наш выбор это 1440p. Если вы не любите ультраширокие мониторы, или же если не против смотреть фильмы без черных рамок, то можно выбрать и 2560 на 1080. Что касается типов матриц, то тут верно все то, что я говорил ранее. А вот по диагонали все наоборот. Quad HD при 24 дюймах даст вам целых 120 dpi. В итоге текст будет мелким, а если включать масштабирование в Windows, то многие программы станут достаточно мыльными, ибо оптимизация под высокую плотность пикселей идет не быстро. Поэтому при покупке 1440p монитора имеет смысл смотреть на диагонали от 27 до 32 дюймов. При этом плотность пикселей будет достаточно стандартной, в районе 90-100. Что же касается ультравайд мониторов с соотношением сторон 21 на 9, то при их покупке четко следует понимать, зачем они вам нужны. Далеко не все игры оптимизированы под ультраширокие мониторы. И идеально они подойдут только для просмотра фильмов или же работы в определенном софте. Как например в моем случае, я использую именно 21 на 9 монитор, который просто идеален для записи звука и монтажа видео. Также важно понимать, что 2560 на 1080 требует меньше ресурсов от видеокарты, чем 1440p. Наглядный пример для комфортных 60fps под 2560 на 1080 RTX 2060 идеальная видеокарта. А вот для 1440p ее уже немного не хватает. При этом зачастую наши узкие мониторы имеют диагонали от 29 дюймов и выше. И тут важно понять, что эти самые 29 дюймов будут аналогичны по высоте 24 дюймам при Full HD. То есть моник-то станет шире, но вот по высоте будет как привычный 24. И если вдруг у вас был Full HD монитор с 27 дюймами, то при переходе на 29 дюймовый монитор с соотношением сторон 21 на 9, вы получите меньшую высоту. И поначалу это может показаться непривычным. Если перейти к конкретным моделям, то в случае с классическим 16 на 9 соотношением сторон и Quad HD разрешением с диагональю 27 дюймов, эталоном можно считать отличный ViewSonic VA 29192K SMHD. Он имеет достаточную контрастность, а максимальная яркость будет даже избыточной. При этом ценник в районе 17 тысяч рублей. Ну а в том случае, если потребуется ультра широкая матрица, то вполне неплохой мой LG 29UM69G. Его вполне можно найти за 13-14 тысяч рублей, и за свои деньги я бы сказал, что это лучший монитор на рынке. Из приятного частота обновления 75 Гц и поддержка FreeSync, что позволит убрать разрывы при игре с отключенной вертикальной синхронизацией. Следующий сегмент можно точно назвать игровым, и это ценовой диапазон до 30 тысяч рублей. Тут важно понять, что вам как минимум потребуется видеокарта уровня 1080Ti или же 2080, ну а в крайнем случае Radeon 7. Естественно, это будет разрешение 3840 на 2160 с IPS-матрицей и примерно на 30 дюймов. При этом у вас будет еще и отличная цветопередача с шикарными углами обзора. Ну и конечно же важно понимать, что плотность пикселей будет зачастую выше 130 и 140, и поэтому без масштаба Windows тут просто не обойтись. С другой стороны, в этом сегменте активно продаются и киберспортивные матрицы. Они имеют крайне высокую частоту обновления, что практически полностью убирает смазывания в быстрых играх, и позволяют быстрее реагировать на изменения игрового процесса. И вот тут TN-матрицы показывают себя во всей красе, позволяя добиваться потрясающей частоты обновления монитора в 240 Гц. Да, будут не самые лучшие углы обзора. И да, будет хромать цветопередача. Но если вы сутками проводите время в CSGO, Overwatch и подобном, то вы точно оцените такой моник. Если же качество картинки все же важно, имеет смысл присмотреться к решениям на IPS с частотой обновления в 100 или же 144 Гц. Но и это даст картинке куда большую плавность, чем стандартные 60 Гц. Бонусом в этой ценовой категории уже можно найти изогнутые VA-матрицы, что неплохо так улучшает погружение в игровой процесс. В случае с конкретными моделями, если вам потребуется 240 Гц, то идеальный монитор это LG 27GK750F. Здесь и отклик в 1 миллисекунду, и поддержка FreeSync, что естественно сделает его идеалом для киберспортсмена. А из минусов, как уже и говорилось ранее, это TN-матрица. То есть меньшая сочность и не самые лучшие углы обзора. Если же все-таки вы понимаете, что 240 Гц негде будет реализовать, и вам достаточно 144 Гц, то имеется отличный монитор с VA-матрицей AOS C24G1, где бонусом вы получите еще и отличную контрастность 3000 к 1 и изогнутую матрицу. Ну и наконец, если вы готовы перейти к 4K, то есть отличный Samsung U32J590UQI. Здесь будет все, что вам требуется. И хорошая яркость, и отличная контрастность, и FreeSync, и достойный отклик, и серьезная диагональ в 31,5 дюйма, которую зачастую округляют до 32. Короче, шикарный моник еще и со средней ценой в районе 23 тысяч рублей. Напоследок, как вы поняли, сегмент для мажоров, или же тех, кто будет собирать компьютер в районе 200 или же даже 300 тысяч рублей. Так сказать, топовые мониторы, ценник которых начинается от 40 тысяч рублей и далеко-далеко вперед. В данном случае вам здорово поможет технология G-Sync, которая примерно аналогична AMD-шному FreeSync, только вот стоит намного дороже за счет того, что требуется специальная оплата, которая, естественно, повышает ценник на 10, а то и 20 тысяч рублей. Но и G-Sync работает куда в большей вилке частот, от 30 Гц до максимально допустимой для каждого монитора. Базовым уровнем в данном сегменте можно считать 144 Гц с IPS-матрицей при 27 дюймах и Quad HD разрешением. Отличный пример это Acer Predator XB271HU. Он имеет запас аж до 165 Гц. И благодаря все-таки не 4К разрешению, а 1440p, топовые видеокарты от Nvidia вполне способны выдать более 100 FPS, чем вы сполна насладитесь именно на данном мониторе. Также есть вариант ультраширокого монитора с разрешением 3440 на 1440, что грубо можно назвать 3К. Они обычно имеют изогнутые MVA-матрицы, а частота обновления не превышает 100 Гц. Это разумный уровень с учетом того, что ни одна видеокарта толком-то и не выдаст при таком разрешении стабильные 100 кадров с ультра-настройками графики. Так что данных 100 Гц будет даже с запасом. Я бы с радостью приобрел себе такой монитор, правда вот их ценник варьируется в районе 90, а то и 100 тысяч рублей. Отличный пример это Asus ROG Swift PG348Q. Здесь и 34 дюйма, и изогнутая матрица, и все выше перечисленное. Ну и наконец самый топ это 4К с G-Sync и HDR. Стоимость такого решения зачастую может превышать 200 тысяч рублей, но зато вы получите, пожалуй, самую лучшую картинку, которую можно добиться без использования виртуальной реальности. Достойный пример это Acer Predator XBMII PHZX. Это тот самый монитор, которого после приобретения хватит лет на 10 с запасом. Ведь на сегодняшний день 144 Гц при 4К разрешении даже связка видеокарт никак не реализовать. Да и покупать такой монитор будет в лучшем случае 0,01% от населения всего мира. Но в любом случае у нас объективный гайд по подбору мониторов от самого базиса до максимального топа. Так что рассказать вам стоило обо всем, что имеется. Надеюсь данный видеоролик вам так или иначе поможет. Пишите ваши мысли в комментариях, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Всем спасибо и пока!